Итак, ребята, запускаем новое шоу, называется «Идейная миллион». И первая идея, которая пришла мне в голову о том, что я подумал насчет ноутбуков. И в целом лучшие ноутбуки у нас сейчас, это, конечно же, макбуки, и у них есть крутая фишка в том, что можно накатывать туда винду. Это круто! Не могут похвастаться тем же самым и ноутбуки на Windows, те же Acer, HP, бла-бла-бла-бла. Да, у них есть винда и больше ничего. На маках есть и macOS и Windows, и можно и накатить ее, и делать что угодно. Вот. В чем заключается идея? В том, что почему бы компании Apple не сделать такую же фишку на своих устройствах айфонах? То есть, чтобы пользователь, покупая айфон, выбирал накатить туда iOS или Android. И я думаю, каждый бы ходил теперь бы с айфоном, просто на разных платформах бы сидел. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу и предлагайте свои идеи. И самые лучшие идеи будут озвучены в следующих выпусках. Разве это не круто? Это мне что-то напоминает шоу с Трампом, когда он так же продвигал какие-то штуки. Типа, чувак приходит на это шоу и рассказывает про свой стартап. Говорит, что вот так и так. Типа, я придумал, как улучшить пожарные экраны, вот эти крепления. И мне нужно для моего стартапа 2 миллиона баксов. Типа, и он показывает уже готовые экземпляры. Типа, почему бы и нет? Можно, в принципе, дать ему дорогу. Или, типа, как он там, не следующий, а у него шоу называлось «Уволен». Как-то так. Стартап на диване. Да. У меня был и айфон, и телефон на андроиде. И я знаю и плюсы, и минусы этих обоих устройств. Айфоны очень крутые тем, что они плавные, они реально сделаны для пользователей. И андроиды, они, конечно же, с годами становятся все лучше и лучше, как женщины. Но в чем преимущество того же айфона перед андроидом? Тем, что очень плавные устройства, очень много разных фишек. Да и само устройство, оно сделано очень качественно. И взять другие, допустим, телефоны, да, те же самые андроиды, там, тот же Huawei, Samsung, LG, они сделаны, да, не тяп-ляп, но все равно качество куда ниже. И вот давайте предположим, что то же самое устройство, как айфон, и в нем есть открытая система. То есть ты можешь скачать любое приложение с интернета, оно будет работать. Ты можешь, допустим, загрузить музыку без... То есть, представляете, ваш айфон можно подключать также к ноутбуку, и он будет видеть как флешку. И ты просто можешь закинуть туда файл, прочесть его без проблем. Да и вообще, в целом, просто предположить, что айфон с Play Market, хотя такие существуют, поверьте. Вот, но вы не думаете, что я хочу хайпануть на фоне того, что вот-вот вышли новые айфоны X, в которых нет ничего практически нового, кроме процессора 12 Bionic и что-нибудь еще? Ага. То, что Apple невыгодно, они имеют очень хороший доход от App Store. И то есть, каждый разработчик, выкладывая туда свое приложение, если оно платное, то Apple всегда имеет от него доход, некие проценты. Вот, а так, предположим, что будет тот же Android с теми же самыми приложениями, которые пусть даже и за те же самые деньги, открою вам маленький секрет, возможно, вы не знали об этом, но можно и те же самые приложения с платной подпиской скачать взломанные. И ими пользоваться также успешно. И поэтому вряд ли Apple сделает то же самое. Вернемся немножко к ноутбукам от Apple, MacBook. У них также есть свой App Store с приложениями, очень похожими на приложения от iPhone, ну, к iPhone, точнее. И пользователь практически редко пользуется этим App Store. Во-первых, причина какая? Первое, то, что эти приложения очень дорогие. Есть приложения за 2-3 тысячи рублей, а то и более. Вот, и хотя и так же можно и искать взломанные эти приложения, да, эти программы, но это ноутбук. Это компьютер, куда ты можешь накатить эту программу, установить и им пользоваться. Такого не получится с iPhone. Чтобы это сделать, вы, конечно, можете сказать, есть jailbreak, чувак. Так, да, ты заморочишься. И это в лучшем случае твой телефон не превратится в кирпич. А может, лучше. Ребята, я очень рад, что вы начинаете смотреть все с большим интересом мои видеоролики. Особенно это показал последний видос. И я буду в дальнейшем продолжать радовать вас крутым контентом. Он действительно с каждым роликом становится все лучше и лучше, более приближенный к Голливуду. Ставьте свои лайки, подписывайтесь, если вы еще не подписаны, но это невозможно не подписаться. Вот, поэтому буду продолжать радовать вас крутым контентом. И обязательно пишите свои комментарии к этому видеоролику, какие вы хотите другие темы, какие обсуждения. Будем все обсуждать. Предлагайте свои темы для новых видеороликов. Спасибо!